было-было время такое а еще помнишь когда были зеленые сапоги которые у нас действительно все смещается в сторону best of 3 кто победит на 2 заберет этот матч и продвинется даже лили в бане диги в бане вот он ход данного best of 5 немножечко уже менять ну как будто во второй карте до нужно было еще банить и здесь было бы играть попроще да все таки увидели да его почему это или не достойно оставаться на не стоя на их внимание просто но это очень сильное было ты гроши действительно показали что деньги только в состоянии это закрыть интересно вот эти вот best of 5 раскрываются тем что так вот меняются банные полностью меняются пик полка карту да эти противостояния этим интересны но все может произойти так что к пятой карте мы увидим стандартные баны и стандартные пики потому что ребята будут уже будут перебанивать абсолютно все не будет просто хватать уже этих банов в бан отправляется 3 зла сами не готовы на первый пик забирает но понимают насколько хорош эллиан на этом персонаже и сразу же отправляют 3 зло в бан игроки команды deus вульт и мне кажется это довольно таки верным решением но бруно ван ван господи нолан по-прежнему доступно и быть может то будет какой-то план с появлением фавиуса того же самом потому что супер много вот этих прыгающих скачущих героев мобильной меты все еще остается открытым и появление фавиуса для меня станет скажем так подтверждают а еще забыли матильда также открыто и вообще проигнорировали полностью это ван ван ну что это нолан на первый пик для магистра фарамис валентина нолан орлот фавиус давайте дальше перечислять да у нас очень много героев есть которых могут забрать возможно бруно на первый пик будет самым адекватным варианта потому что из стрелков остался только он ну либо но хотел это говорить потому что да из лесников это самый адекватный вариант будет ли у нас сверху еще бруно дариус если файр флаг дадут такую вообще возможность дэву на распикать еще дополнительно себе этого футболиста или нет ну я думаю бруно сейчас должен забираться игроками файр флагс вполне возможно учитывая что у розы нет персонажа что именно сейчас попробовать что-то забрать вкусное так как может и сансы для себя что-то успеть выхватить поэтому ну хороший мне кажется вариант бруно фарамис я его жду в каждой катке но и вот так нет нет но вот это хильда да которая должна оказать свое свой прессинг и влияние о все-таки это валентин хильда не предугадывание одного персонажа влияние хильда может оказать на ноуна на старте игры в его лесу данной бруно все также остается открыт хильда я помню что на первой карте файр флаг сами ее банили видимо планировался выход в какого-то убийцу можно варим для себя но здесь появление ноуны сразу же хильда не долго думая очень не откладывая в долгий ящик сразу забирают себе о а как же поскольку пан тиги отыграют по смотри тигрил тигрил сейчас будет от сава разворот она очень хорошо контрит до хильда и при этом будет хорошо играть да есть возможность валентину эту кнопку под забрать на можно забрать фарамиса и тигрила например как вариант и забанить на next стадию ну добавить соответственно еще что-то будет все таки фарамис я думал то что есть по итогу валентина в команде противников попробуют не брать этого героя мы видели как грамотно отыгрывали против нашего же санса да да на фарамисе когда просто не позволяли забрать ему эту кнопку когда просто им он вынужден был воровать ультимейту той же лили для того чтобы хоть какой-то ультимейт иметь а файте у меня не было возможности быстро сконцентрироваться же и ретель были ульты не ретель да и ретель до файта не смог файте быстро среагировать а фарамис вообще не подставлялся да он просто всегда находился где-то за файтом но санс играет немножко иначе кстати рекорд на санта по урону закатку для серий до сделал 240 процент 240 урона это максимально за все за все турниры м серии это рекорд по дамагу в карте 240 тысяч больше никто не дамажил от рекорды очень много рекордов сейчас поставили именно да у сульп этому ребят есть чем гордиться опять же поддерживаем коллектив поставим поднимаем щиты у нас пикается халид что интересно мы видели уже этот ток отыгрыш вот этого халида который будет постоянно сплитить до мешать и даже один раз так дэву проиграли как раз таки карту из-за такого вот халида по моему кстати против гигфам да если я не ошибаюсь или ошибаюсь сейчас сложно вспомнить все который запушил и халид надо пушить и против ангела да было такое дело банится фани у нас ребятами из deus вульд орлот отправляется в бану от фаерфлакс я думаю что дальше продолжит как-то играть по xp кто неприятен еще халиду в целом в принципе таких героев вина товар много он быстро перемещается но в связке с минотавром форме смотрите неплохо но ты сам говорил про тигрила тигрил вот и возможно дэву пытаться на этом отыграть что вот и гайна прочитана я прям чувствовал что хотят игре ладо я вот более чем уверен но минотавр не настолько крут как тигрил на самом деле ну по-своему по-своему крут но вот эта стяжка огромная с длительным контролем от тигрила она сильна в отличие от минотавра которым еще тяжело довольно попасть и реализоваться тренера меряются размерами размерами своих блокнот да да потому что флай соло огромный старт к дону в нее уже даже не смотрит он понимает что все иначе работает очень далеко от тех за все пкд ребят нужно записать тоже себе потому что и все три катки подряд улетает банк а деву суд на второй стадии действительно отправляется быть может ну отдают приоритет в плане бана именно на браке что-то видели потому что все таки форме съесть и не хотят этого строка тратить на него банка и там же для отрис там же биатрис так и д было во всех катках и ретель да и ретель не пусть на работа кстати совместно с этим персонажами опять же хильда которая снижает броню тоже работает неплохо также халит заваливаться туда будет жаль что интересные геймплану именно жаль что фавиуса не пробует на экспу пока что вот совсем то есть прыжки бесконечные отросы и второй способность халит постоянно прыгает своей первой эти энди сейчас что-то возьмет какие-то флики но на экспу вообще не беру что насчет того чтобы забрать его сейчас для deus вульф ну смотри что делать ретель она прыгает один раз а потом просто бегает просто бегает по файлу и просто ломает ему кабину да вообще без вариантов до хильда может и стакает а что толку от этой хильды да к я и дарю до дариус оставался и попробовали его под бруно в очередной раз взять игроки команды до вас вульф видели мы такой отыгрыш как они тогда закончили по итогу с дариусом по мою не помню кстати что проиграли но дел играли хорошо дариус воспитывал очень много урона это был фулл танковый дариус то есть никаких атакующих предметов не было самое мне кажется именно фулл танк под нолана под взрывной его урон и под бруно это смотрится хорошо мы это неоднократно видели в исполнении до усворд это что-то новенькое что что интересно хочу отметить что там очень много персонажей доджит ульту например бруно по моему вторым до доджит то есть любой рвок и рывков очень много у коллектива команды команды дэву да за доджит ультимейт эймена можно но вот дебютный такой пик выкатывает терять для себя и при учете что очень много мета вы как будто все равно открыто в лесу ну странно странное решение от вайр флаг посмотрим как реализует что по пику в целом хотя какие предпочтения делаем очень много урона очень много урона у коллектива файр флаг да все заточено под урон все и вот на любых этапах это может выдавать свою в принципе идею может показывать урон главное пытаться пережить как-то агрессию ультимейтом наверно фарамиса и давать игру на контр-инициации тут опасность что ультимейт фарамиса может быть с другой стороны поднимая руку я так понимаю что будет у нас несколько откладываться старт этой третьей карты вот именно ультимейт фарамиса с обратной стороны будет ли sunset отдавать этот ульт валентине будет ли как от нее пытаться зониться обращать больше на это внимание ну чтобы зониться надо чтобы команда создала такую возможность, да, чтобы не было зависимости от Фарамис, потому что Фарамис сам по себе довольно много дамага еще вносит, на самом деле. То есть обычно, вот как мы видели в коллективе Дэву, что очень много зависит от Фарамис. Тот самый рекордный дэмэдж поставил Сансет явно потому, что всю игру бегал и мешал противникам. Будет ли здесь так делаться, я не знаю, но Сансет действительно много делает в этой команде, поэтому вряд ли будет здесь такое, что он будет тупо уходить и не отдавать ультимейт. По крайней мере, возможность такая есть, но как мы видим по стилю игры Сансет он постоянно очень много делает дэмэджа, постоянно напрягает оппонентов и вот я, честно, не вижу такой игры, про которую Сансет будет просто отваливаться и ждать, пока будет что-то делать команда. Посмотрим, ожидаем мы старта. Опять сбитие небольшое с темпа. Ну вот удивление от Эймона было сильным. Посмотрим, как реализуется и это убийца, который постоянно может сбрасывать с себя фокусы. Какие-то, знаешь, вот усиленная тычка от Бруна будет улетать просто в воздух или в другого персонажа. Еще какие-то способности, то есть в целом навестись на него иногда бывает проблематично и пытаются вот за счет этого какой-то дополнительной мобильностью поиграть с Фаерфлакс. Очень интересный будет матч. Ну вот в той игре, когда Санс нанес больше всех урона и вообще рекорд, да, для М-серии по урону, он играл на Фарамисе также, но он играл тогда, как мне помнится, против именно Варлорда, который отыгрывал ту катку на Фовиусе. Врывался постоянно в файты, получал щиты, по нему дамажили бесконечно. И не было той Валентины, да, которая может сворвать с Туль Тима. Сейчас, как трактор подмечает, да, возможно, Санс чуть больше закроется. Да, в данной ситуации такой вариант есть. И хватит ли Дэву уверенности, да, так сказать, в своем дэмидже, чтобы Санс мог вот играть таким вот вторым номером в этом файте. Соответственно, получится ли Дэву внести достаточное количество дамага в этом файте, например, в котором он не сможет заранее, да, распинать кого-то на этом фарамисе. Ну и, видимо, со связью тоже какие-то дела. Сейчас это все фиксится. Команды пока сидят, общаются. Засмущали, застесняли мальчика, конечно, здесь. Спокойно веселился здесь. Пришла камера, заставила присесть. Ну смотрите, в прошлый раз были непалатки перед каткой. Наши потащили. Непалатки, да? А что вместо палаток может быть? Непалатки, тогда в квартире, ночью в квартире. Все, ну тогда же тогда нормально. Не человек без определенного места жительства. Что, полетели? Не, погнали на десять. И раз игроки взяли телефоны, значит, да, значит, уже пора бы погнать потихонечку. В общем, все что-то кликает. Пора уже возвращаться в игру. И настрой, не теряем настрой, ребят. Продолжаем отправлять щиты в чат, поддерживать наш коллектив. Им это сейчас необходимо. Дима, они все-таки находятся в самом, на пике, скажем так, в плей-офф чемпионата мира М5. Ну не сбивайте, не сбивайте, полетели. Как говорится, мы погнали, но мы, как говорится, мы гонщики. Гонщики гоняют, но не загоняются. Большой палец вверх показывают уже маршалы. И, видимо, вот-вот готовы мы стартовать в карту. Мы еще даже компьютер не увидели, что он там насчитал. Поэтому надо бы уже переходить в эту стадию, так сказать, чтобы посмотреть, что он там нам покалькулировал. Компьютер калькулировал. В прошлый раз он накалькулировал неправильно, мы ему больше не доверяем. Ну, все равно интересно понаблюдать. Интересно, просто интересно, да, что он там придумал себе. Это уже не первый раз, когда он нас так немножечко облапошивает, но, тем не менее, на самом деле, будем честны, там не все идеально было по моментам. И вот контр-индексы это дело, вот это все хорошо зарешало в нужный момент. Это банда. В первую очередь зависит все-таки от исполнения. Это банда. Это местные. Это банда. А интересно, за кого они болеют? В местных одеяниях вполне вероятно. Я так понимаю, что это все в любом случае фанаты коллектива Blacklist, да, которые будут играть следующей парой. Но для начала нужно разобраться с данным противостоянием Fireflags против Deus Vult. Ты там уже и сердечко выстрелил. Магистр отдыхает. Магистр чилит. На чиле на расслабление. Свина. Как будто бы услышал вас, улыбнулся, да, с того, что он отдыхает. Возможно, впервые и нас вывели на арену. Арена, здравствуйте, Манила! Нет, видимо, нет. Солнце поднимает. Пытался с тобой пообщаться, но нет. В ожидании. В ожидании мы, в ожидании команды, в ожидании все. Роза уже тоже немножко начинает засыпать, подтягивается, чтобы быть тоже в форме. Ну и затягивается весь этот старт вновь. Вот перед первой картой это было, да, она стала победной для нас, уже отмечали это и здесь. Сбитие, сбитие с темпа, сбитие с ритма. Вот я в плане комментирования даже это не люблю, не представляю. Сами себе сбили, получается, потому что именно Fireflags уже второй раз эту паузу колят, на самом деле. Так что, сами себе подсбили в первый раз, и, наверное, сами себе сейчас забивают в следующий раз, так сказать. Но, действительно, играть без вот этих непалаток, это как бы хотелось игрокам, поэтому хорошо, что я хотя бы оперативно фиксирую. О, 15 туда же, ну это чтобы получить чуть больше энергии, сейчас по щечкам себя, наверное, немножко нужно так полупить, для того, чтобы, ой, еще один туда же влетел. Что-то походу, да, ну по их времени уже сколько, уже, получается, плюс 5, это 16-20, да, по их времени, поэтому. Да, все, пора спать, полететь. Я так понимаю, что это, возможно, была не самая простая ночь проведена обоими коллективами, подготовка к этому матчу, знаешь, мысли насчет драфа. Бессонные ночи. Да, это все накладывает все-таки след, да, и я так понимаю, что там идет перепик, там вновь находится в лобби, и перепикивают тех же самых персонажей. Перепик. Да, ну вот новая арена, и первая игра выпадает именно на пару Fireflags, Devos, Vult, и фиксятся все вот проблемы, до этого еще здесь не игрались игры, арену поменяли, но, видимо, чуть больше арена, да, потому что ожидается куда больше людей на финале, и какие-то интересные фактики уже игроков команды Fireflags. Так, главная вещь, которую мы получили за нашу победу против Blacklist, это самоуверенность, то есть, соответственно, вернее, комфортность, да, то есть они поняли, что они могут выиграть против Blacklist International, и они, соответственно, могут выиграть против любого коллектива, раз они смогли выиграть Blacklist, поэтому смогли получить немножечко веры в себя, и это очень круто, на самом деле. Сейчас мы видим, как они веру эту реализуют против Devos. Это действительно добавляет уверенности, когда ты обыгрываешь коллектив, который в прошлом году был финалистом, позапрошлом году был чемпионом М-серии, это точно внушает доверие и уверенность в себя. Ну, хочется отметить, что, войдя вот в восьмерку сильнейших коллективов, да, выйдя в плей-офф, в целом у тебя появляется понимание, что действительно ты можешь обыгрывать всех, и все зависит конкретно от драфтов, от пиков, от разыгровок на отдельно взятой карте. Нет такого, что ты, будучи там в топ-16, да, данного чемпионата, никогда не встретишься с топ-1, с Blacklist, например, с Сониками, с фаворитами, да, ты все равно против них будешь играть. И в любом случае тебе нужно настраиваться, и понимание того, что ты можешь уже побеждать, оно вселяет эту уверенность, мне кажется, настрой правильный. Но, Деву, давайте, ребят, соберемся, выйдем на эту карту, сейчас додрафтим, быстренько все это раскликаем и покажем, что для того, чтобы побеждать всех абсолютно, нужно сначала Деву пройти этим Fireflux. То, что Blacklist, это так, разминка была. Действительно, Деву нам покажут на нормальном уровне игры. Но здесь, да, по-прежнему Blacklist, 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 да. А, вон там Blacklist, да, Blacklist там. А, вон там? А, да, да, там, там, там. Интересно, как вот фанаты Blacklist, они, несмотря на то, что их Fireflux переиграли, они продолжают болеть за Fireflux, чтобы, если и проигрывать, то только чемпиону, знаете, есть такое? Да, да. Когда ты какому-то коллективу проиграл, и начинаешь за него болеть, чтобы в конце он выиграл, и ты мог по итогу сказать, ну, я вылетел от чемпиона этого турнира. Что вы от меня хотите, да? Я помню. Либо же хотят, чтобы отомстили Деву за команду Fireflux. Я помню, ну, судя по тому, как за Розу там топят, вряд ли. Я, ой, она, не важно, что я там помню, да, игра? О, игра. О, а где компьютер? Даже без компьютера. Быстро и резко. Третья карта Fireflux против Деву, погнали. Счет 1-1. У нас по-прежнему выиграли первую карту игроки команды Devil's Vault нашего региона. Вторую карту умудрились забрать игроки команды Fireflux. Интересный пик у нас появился у коллектива Fireflux. Ой-ой-ой, близко было. Все-таки баф, ну, там, Эллион очень агрессивно играет. А тут и Апекс. И сейчас возвращается на свой экспо-лайн. А тут и Апекс уже начинает пушить, но и на развороте может много получить. Саввас уменьшил урон, и Магистр выгоняет. Флик. Флик, что интересно у нас у Хильды, да, не привыкли мы видеть именно этого персонажа с таким боевым заклинанием, но это может сработать очень хорошо в определенных моментах. Иногда ты до кустов не можешь добраться, да, чуть-чуть тебе не хватает, чтобы получить этот щиток, начать подхиливаться, и Флик в этой ситуации может помочь. Ну, также, конечно, круто помогает в этом и спринт, как мы знаем, и зачастую именно спринт берется. Эллиона здесь просаживают все-таки на лайне, как мы видели уже неоднократно все-таки. Появление от Адамира этого персонажа, его чаще всего собирают фулл урон. Да, это КСМ, пистолет и погнал. Просто по карте ходить и кошмарить оппонента. Это работает хорошо, это помогает на сплите, это помогает в плане урона, потому что ты залетаешь, тебя тяжело пробить, на самом деле, и при этом ты можешь отхиливаться. Постоянно очень полезный, очень хороший персонаж и по макро, и по микроигре. Тут уже Апекс подходит, под снижение брони хотят китбомбу раздамажить, но Магистр готов сюда врываться, китбомба без влека. Понимают это, Девус Вульта. Кёрст Блот для Магистр, а это хороший старт для Нолана. Очень здорово отыграть здесь игроки команды Девус Вульта, может и по Эллину доиграть, Санса 5-3 за КСМ потягивает назад. Это килл по Эллину, 2-0 в пользу коллектива Девус Вульта. Карви здесь просаживается немного по здоровью, забрал хрипов, можно попытаться и на базу, наверное, отправиться немного подпишись. Рановато, рановато. Хотя еще в одного хрипа отходит, да, пытается с него часть здоровья. А тебе не успеет? Или не успеет? Как думаешь? За кем, предикт, за кем Черепаха будет, как думаешь? Ну, очень сложно, хотелось бы, чтобы была за Магистром, конечно, же, ну что ж, три игрока команды, Fireflux уже здесь, здесь же Эллиан без четвертого левела, на Санса-то немного присаживается на Магистра, как же много урона по нему, успевает забрать он для себя красный, но Черепаха по итогу не у Магистра, успеет ли там Санс отойти, уходит, да, никого там под вышку за собой в этом моменте не притянул, ну и неплохо такой огрызнулись, ответку дают игроки команды Fireflux. Это как-то прям плотная, да, душ неловкая по карте началась, даже неожиданно, на самом деле, Магистр даже не успел сюда подойти, плюс Апекс свою работу выполнил на отлично, на своей Хильде далеко, Китбомба очень далеко, такой Магистра опять напрягает, но тем временем ульта от Сава пошла, Роза нажимает флик и упрыгивает, даже не потратив ту самую ульту Фарамис, идет игра по Апексу, Саншайн влетает сюда, ульту нажимает, ну как же мешает эта Хильда забрать, и все-таки догрызает Санс, это что за дэмэдж, еще и на буте Диэнди разменивает, и два в два по итогу ситуации, Апекс пытается напрячь также и Карвин, но вряд ли у него здесь это получится, а вот уже 1000 перефарма для коллектива из Турции. Ну вот Санс пожадничал ультимейт, да, в прошлой катке, в концовке, он не давал сам на себя ультимейт, и сейчас не стал его отдавать, позволил себя все-таки в этом моменте забрать, видя, что есть ультимейт Фарамис на Валентине, нужно каким-то образом будет отыгрывать в этот момент, когда Валентина будет использовать свою ульту, и вполне могли бы сейчас навязывать какой-то Fireflux Fight, видимо сберечь этот решил способность, или он отдает свой ультимейт, и вот уже Валентина отдает все-таки ультимейт Фарамис, и для того, чтобы немного себя подсейвить, Саншайн уже для себя собирает Когти Хаас. Что интересно, он сделал один килл, да, и в этом значительно бустанул очень ранние Когти Хаас, учитывая, что уже есть сапог, да, это первое-второе, это также, что он пластину зафармил голдовую, короче, здесь Саншайн супер верно себя чувствует, даже по левелу у него шестой, а не пятый, Карви тратится у него кнопки, видим, как ульт Эймона сбривает буквально половину здоровья, при том, что он был особо, то есть он не успел заранее еще подамажить, с первого, второго, просто ульт залетел и в минус половину здоровья, выглядит супер опасно, а Элен, Элен, забирай этого здесь, 3-2 счета, можно так же золотую пластину, да, пофармить, чтобы отбить голды, но Апекс говорит, не, 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 не в этот раз. Да, и появляется у нас черепаха, в большинстве наш коллектив без Халида будет сложнее сложаться команде Fire Flags и Спорт, поэтому можно максимально быстро попытаться забрать этот объект, взрывается китбомба уже по Апексу, отгоняя его отсюда, и Магистр для себя собирает удар охотника, очень комфортно чувствует себя Дариус, собранный в фулл депп, который может себе позволить все-таки посражаться, Тиензи ищет для себя шанс все-таки ворваться в Магистра, рядом с Авочера, рядом с Ансет Лавер, и все-таки прокидывает свою способность Тиензи, немного, казалось бы, отступает, Магистр забирает для себя все-таки этот баф, нельзя, конечно, Магистру терять, вот этот вот контроль над этим бафом, и как только единожды его смогут забрать в Fire Flags, сможем мы войти в положение, когда этот баф будет по КД доставаться игрокам команды Fire Flags. Да, потому что очень хорошо, ну, очень плотно, да, зависит как раз-таки персонаж Нолана от этого бафа, Апекс все продолжает напрягать, действительно, но, как видим, благодаря Черепахе, благодаря каким-то мувам по карте, все-таки смогли. Так, здесь попытка, да, выйти здесь, ульта прожимается, но китбомба у нас фулл танка собирается, поэтому он здесь это спокойно выживает. Но, да, выгнали Спотавра, тем временем на топе у нас так же спушивают Деус Ультавр, ну, и получится ли там задефать, да, вышка по итогу дефается, кстати, крип заканчивается, но китбомба сюда, да, не подойдет, поэтому Тавру все-таки допушится до конца. Да, и там то ли в красного китбомба вышел, то ли куда просто пытается от него, возможно, здоровье восстановить, ну, и туда Эймон по итогу подтягивается, прям подсмайт ему, по сути, подготовил этот объект, тут же Роза, тут же Элион, нет, все-таки отводит этот объект, да, он как будто бы его начинал атаковать, просто чтобы ХП восстановить, либо чтобы подошел максимально быстро, но он для себя забрал красный баф, ну, так, по сути, и произошло, забирает для себя красный баф, Роза, без ультимейта, который можно было у Санцета с Фарамиса своровать, ну, и по золоту по-прежнему Саншайн на первом месте, но затем идет два именно игрока коллектива Деус Ульт, но в топ-5 именно трое игроков команды Фаерфланс. Что я хочу отметить, Иритель с довольно неплохим таким отрывом конкретно от Бруна, это первым, и второе, Санцет, погляди, он постоянно шкерится от Валентины, по-прежнему у нее нет ульта Фарамиса, то есть они идут по вот этой стратегии, и стараются не отдавать такую полезную кнопку, вот он опять, он уже в постельной сзади. Ну, Кай, зато у тебя и Кай взял. Да, ну, это у Роза сделал просто, потому что понимаешь, что здесь шанс для этого хороший, использовать именно эту кнопку, и когда уже поняли игроки, что Роза забрал именно эту ульту для себя, Санцет уже начал подходить чуть ближе. Сейчас может быть такой интересный паровозик, Кая словит того же Эймона, Валентина словит Каю ультой, и затащит это все по табор, да, там, и растянется эта цепь, и черепах очень мало здоровья, моментально быстро ее забирают, самочень, идеальный ультимейт, раздал Патиензи, его максимально быстро съедают, Апекс вынужден использовать здесь флик, и флик действительно для Апекса отрабатывает, пока что, потому что через эту стенку он бы ни каким образом не перебежит, бежал, Роза по-прежнему имеет ультимейт, попыталась выйти в магистра, Эллиан неплохой ультимейт, самочень ставится без здоровья, Эллиан по нему дарвает через флик, но Кит Бомба не хочет здесь отпускать самого Эллиана, и Эллиана не спасает здесь его хилка, выключают его из этого файта, и команда Дэвус Вульд смогла забрать черепаху, при этом сделали 2 кила, Роза имеет ультимейт, и с пользой своей ультимейт, Санцет Клавр погибает в этом моменте, погибает также и Роза, можно попытаться ФАП, чтобы играть не в этот раз, у него на этот раз вспышки, и добивает по нему Кит Бомба, и все-таки этот файт остается за командой Дэвус Вульд, но по топу-то Саншайн, да, неплохо отыгрывает, опять же для себя выфармливает, и выфармливает, и уже и Ярость Берсерка, урона там действительно очень много, помимо Когтей Хаоса, еще и Ярость Берсерка, но Карви тоже в этих файтах, по сути, подфармил, ему совсем немного не хватает, самому до Ярости Берсерка. Да, сейчас Т1 тавр на боте упадет, и появится этот предмет прямо сейчас, также синий баф все-таки забирает Инди, хочу заметить, что он задефал все-таки, нет, пока еще не появился, но на 200 голды всего, да, теперь перефармливает Ретель, это даже не осталось и следать от тех баснословных тысячи голды, что было до этого, Т1 тавр почти допушили на Меду Дэвус Вульд, и нужно зацепиться за этот объект, забрать его как можно раньше, Магистр выпрыгивает, ну, очень хочет зафармить этот объект, да, осталась одна тычка, я думаю, например, Сава с дальней, а вот Магистр тоже прыгнет, и все, Т1+, также 1600 перефарма, теперь уже в пользу коллектива из нашего региона. Это позволяет китбомбе для себя добрать еще и щит Афины перед лордом, хотя вероятнее всего он и так бы каким-то образом находил это золото, смещается сейчас, но он у нас в бот быстренько сплитпушанет этот лайн, и возможно какой-то даже будет попытка выхода, скажем так, в лорда под ту ситуацию, где Эллиан будет отыгрывать по крипам. Магистр, да, выжидал, кто сюда подойдет, но подходит Эллиан, наверное, не самая приятная цель для магистра, которого можно было бы быстро съесть, и по итогу магистр все-таки отсюда отходит. Йензия оттаскивает лорда в свою сторону, наверное, буду, да, выводить, все-таки просто хочет настакать для себя, видимо, осколки, чтобы ультануть более качественно. Роза все-таки удачно забирает ультимейту Сансета, но Сава, 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 Сава вытаскивает с флика, прямо здесь Эллиан и Эллиан отправляется в таверну, плюс килл для Карви, 2-0-1 счет у него на данный момент, и чувствует себя, он суперкомфортно. Т2 на таверна, на топе все-таки падает в пользу коллектива Файерфлакс, но можно выйти на лорда, Апекс очень далеко выходит, флик нажимает, магистр, тот же прокат идет по Саншай, но Саншайн, флик пытается отсюда уйти, также с ультимейта, в смысле Апекс также отправляется на ультимейт фармис от Розы, ультимейт Саншет, очень во время кассет, это сейвит жизнь Карви, но у Карви мало маны, сможет ли он здесь нажать в следующий раз второй спел, но все-таки лорд спокойно должен отправляться в копилку коллектива Деус Вольт. Очень часто Бруно оказывается в ситуации, когда ему не хватает маны, классную позицию занял магистр, встретил сразу же Эритель, что вынудило ее действовать в этом файте куда менее агрессивно, Саншет для себя приобретает Жезл Молнии, и там одновременно два ультимейта Валентины пошли, не будь ультимейта у Валентины Фарамиса, конечно, ситуация полностью была бы в нашу пользу, но сумел Роза в этом моменте посейвить своих тиммейтов украденной ультой, ну и классный, конечно, килл до файта получилось сделать улькай, реализовать, да, который сумел Элиана забрать, и Базон по итогу наш в этом моменте. Ой, ой, ой. Что хочу отметить, обычно у нас покупает Нолан себе именно ББ, А потом пистолет Здесь магистр сразу благодаря хорошему фарму Благодаря хорошей ситуации по карте Благодаря помощи Дариуса Покупать себе пистолет А только сейчас после него будет покупать бесконечную битву Что запустит его дэмэдж еще сильнее На самом деле гораздо выгоднее покупать Попожди инвиз пошел Идет игра здесь по алину Также вытаскивают и ретель Килл на ретеле Килл также на алине Не было ульты здесь у Валентины Соответственно фарамисовская Она отходит назад Это очень хорошо Падает лорд подходит уже по боту Перефарм 5000 голды И еще и Т3 тавр на боте так же упадет Да, можно пытаться забирать Т3 тавр По-прежнему нет и ретель Нет, алине Но запрямо здесь пытаться заканчивать эту встречу Это что? Это трон? Это трон? И просто по трону Как же быстро Как же четко Дэвус Вульд сделали эти киллы В мидлейне сумели забрать ретель Также под шумок забрали и алины И по итогу с первым лордом Без всяких усилений Без всяких раскастов способностей Раскастовываются в трон Командой оппонента И забирают карту Игроки команды Дэвус Вульд Сами не ожидали Здесь происходило что-то невообразимое Я вообще не ожидал Что настолько быстро И мне кажется турки тоже Ждали какой-то размеренной игры Подведение крипов Заход с лордом Маска Нажимается ультимейт Убивают Сэншайна Мгновенно заходит в Т3 И сносит трон Вот эта игра Которую ждали Как раз таки Все в нашем регионе Не, ну это катка Просто имба, как все идеально Произошло, да, в последнем файте Вот одно за другим сразу Тавер килл, два килла Тавер на боте, тут же в трон И все скинули, всего хватило, все идеально Все очень круто и быстрая катка Это, наверное, самая быстрая катка Деву, да, за все время, потому что мы обычно Видели от 15 минут 11.08, я запомнил этот тайминг Это жесть, ребята, это класс Деву даже настолько быстро не проигрывали Если мы даже туда взглянем Хотя проигранных каток у Деву Намного меньше сейчас, потому что Деву и группу закончили Плюс один в этом рейтинге, плюс и сейчас 2-1 их счет, так что общие На две победы больше, чем поражение У команды. Девус будет на данный момент Буквально одна победа их отделяет От следующего этапа И магистр Становится эпп этой встречи Действительно, в тот момент, когда он забирал Тиензи совсем недавно на боте У него счет был 4-0-4 И еще где-то одним ассистом Отметился, по сути, магистр В этой встрече Получаствовал практически в 70% килов И очень хороший GPM в этой встрече Да, вот поэтому Нолан по КД И находится у нас в бане Хочется отметить, да, что по драфтам Вот эта разыгровка, где вы баните Лилию Баните Дигги С одной и другой стороны Слишком много меток По ощущениям отдали для Деву Это и Фарамис, это и Бруно И тот же самый Нолан Который и стал самым полезным героем Для коллектива Деву Когда начинают баниться в первой стаге Дигги и Лилия Такие вот позиции открываются Ну, это я и хотел тоже в очередной раз отметить Но у Алина катка со старта не пошла И на флики его разбайщивали И в миде тогда каются Как же цепляется в очи с флика Нужные таргеты Тиензи просто убивают И дальнейшая драка невозможна Ну и в миде Отдает Сава флик И отдает Ален флик Но все равно он его на ульте потянул И вот это тоже один из ключевых моментов Ну, что хочу отметить Очень агрессивная была игра от Магистра То есть он иногда вот взрывал быстро А иногда прям вгрызался до Талова Ты обычно не ждешь такого Ну, на что он будет так бесконечно, да, прыгать за противником Пытаться в него вгрызаться Здесь именно такая была игра Вот тут скорее Ален, да, ошибся Попытавшись засейвить свою Иритель Прыгнув ультой По итогу тоже отдал килл немаловажный А вот где последний ассист был для Нолана Как раз таки на этом наеймане Ну, это просто зубодробительная катка И вот, ну, хочется, чтобы этот матчпоинт закрывался сейчас Действительно Посмотрим, что будет Но колоссальные, как бы, перевернули игру в свою пользу Это не было со старта, да, в их пользу Все-таки файрфлакс неплохо задушили Опять же, вспомним Иритель Перефарм 1000 голды 2900 было у Ирители В то время, как у Бруно был только 1900 И смогли это догнать Перевернуть Иритель В отличие от Бруно Пушила топ И, возможно, в этот момент команде не стоило файрфлакс, да Слишком сильно навязывать какие-то файты Или подставляться Чтобы Иритель продлила это преимущество И сплитпушем увеличила его А по итогу Они на миду Бруно отдали гораздо больше, чем Иритель пофармила на топе Мне вспоминаются статкарты, где Ален агрессивно заходит на красный к магистру После этого Апекс на синим встречаются И из этой ситуации ребята из деву выбрались И сумели себе организовать не то, что перефарма Вот такое уверенное окончание игры Просто катком пройдясь Последние минуты-полторы Просто как будто не успели файрфлакс придумать, что против этого делать О, а тебе было мало магистра? Вот, сына! Получал! И ричгай И за... Не, ну подожди Следующий, что он на всех четырех Подожди, ричгай, ричгай Я жду уже по окончанию турниров Чтобы говорю Комартиру в Самаре мне оформил Очень круто Вот здесь, вот здесь приятно видеть сыночку Давайте Дэнэш посмотрим Видите, как здорово отыгрался в этой встрече Очень-очень И вот эти рички в конце именно Да, сначала он обработал Эльма Наверное, до Лорда Да, ему удалось его за хорошо А потом и четко в концовочке Еще один килл смогли реализовать благодаря ультимейту Кая Фактически каждый ультимейт Кая приводил к тому, что делали килл